Добрый день! От меня часто просят сделать обзор на кубики от фирмы GAN. И вот GAN Mirror M. Это не ВЦА-головоломка, а GAN обычно такого не делает, да еще и магнитный зеркальный куб, M-магнитный. Так что, интересно. Ну и я все ждал, когда же кто-то сделает магнитный миррор. Пробовал даже сам, но технической возможности из существующих кубиков такой не нашел. Мне показалось, что из существующих моделей не получится. Даже специально покупал себе зеркальный куб с наклейками, чтобы можно было его разобрать. Ну, в итоге отбросил эту идею, и тут GAN выпускает свой магнитный зеркальный куб. Вот такая вот мятая коробочка ко мне приехала. Здесь изображена головоломка GAN Mirror M. Все интересно, все хорошо. Здесь где-то должен быть код товара. Кто из них? Ну, наверное, кто-то есть. Открываем. Вот так вот, как цветочек раскрывается. Здесь сам кубик. Картонка. И здесь что-то с чем-то. Открываем. И тут... Ух ты! Отверточка. Причем она с безопасным таким вот чехлом каким-то. Что вдруг мы уколемся. Пустая коробочка. Теперь уже. И Mirror Cube Tutorial. Ну, краткий пересказ этого обучающего материала. Собирайте как трешку. Так что это все можно фиолетовое чудо убрать. С отверточкой мы поступим по добавающим. Ну, и сам кубик. Простенький бокс. Из которого когда-нибудь можно сделать большой кубик. То ли 3х3, то ли 2х2. Когда-то я пытался это сделать. Ну, как пытался. Просто покупая кубики от Gana, я не выбрасывал эти боксы из кладки. Потом они конфигурацию бокса поменяли. И надо было собирать заново. А мне это уже не захотелось. Кстати, насчет бокса. По внешнему виду он больше, чем кубик. Но если его туда поставить. Он стоит тут очень даже плотно. Это из-за вот этих скосов. Здесь даже какой-то такой прорезиненная прокладочка есть. Чтобы он не болтался. Очень даже продуманно. А так бокс простенький. Сам кубик. Mirror Blox от Gana. Зеркальный куб. Сделан такой вот фиолетовый первомутровый. Мне все время хочется его протереть. Кажется, что он пыльный. Может он, конечно, и бывает пыльным. Но вот эти вот блески такой эффект создают. Важное отличие Mirror Blox от Gana от всех остальных кубиков с наклейками. А он именно с наклейками. Он не из цветного пластика. То, что вот эта вот первомутровая красота, она не имеет направления. На других кубиках с наклейками мы видим такую штриховочку. И некоторые выделяют отдельный этап, чтобы вся штриховочка была одинаковой. На самом деле, поменять это можно только на центрах. И если центр собирать сразу правильно, все будет хорошо. Но вот на Gana такого момента не будет. То есть штриховочки нет. Все одинаковое, все красивое. Вращаем. Магнитики есть. Они фиксируются. Конечно, это не так удобно, как на обычной трешке. Но все равно эффект есть. Давайте перемешаем. Посмотрим, что получится. Собирал я уже AirBlocks на скорость. Получалось даже САП-40. Очень даже неплохо. Можно быстрее, можно лучше. Ну вот у меня получилось так. Я сделал много сборок на скорость. Собирал на таймер. Перемешивал по скрамбулу 3х3. Ну, это по сути есть обычный кубик Рубика 3х3. У которого изменили форму внешних элементов. Стал он кубик одноцветным. И нужно ориентироваться на форму. Ну, на Gana это стало делать еще и проще. Логотип Gana беленький здесь. И напротив логотипа самый длинный центр. А я обычно начинаю с самого длинного. Вот одно ребро стоит. Ищем еще. Так, два есть. Еще парочку. Так, вот этот какой-то сюда подойдет. И еще одно. Здесь поначалу главное крест собрать. Дальше уже все легко. Ну, вот это вот, наверное, оно. Далее я обычно собираю самую большую пару. Вот здесь вот какая-то большая есть. И ее можно поставить. Куда? На самое большое место. Хорошо стоит. Дальше. Собираем. Вот собрали самую большую. Слева от нее пара, которая чуть поменьше. Вот она. Ну и нужно ее поставить. Я использую YF-TUEL. Для тех, кто не умеет собирать зеркальный кубик, попробуйте собрать как-то 3 на 3. Если уже у вас будут трудности, в описании вы найдете подробные обучающие видео для сборки зеркального кубика. Собираем дальше. Остается две пары поменьше. Можно, например, вот так вот создать и поставить. Ну и дальше осталась одна. Тут какой-то большой интриги нет. На OLL можно распознавать алгоритмы. Ну и я чаще делаю крест. Он здесь сам собрался. Потом какой-то крестовой OLL. К примеру, вот эту восьмерку. И вот плоская верхняя грань, а значит, как бы желтый цвет OLL собран. Ну и PLL я на скорости угадываю далеко не всегда. Поэтому также собираю как методы для начинающих через два алгоритма. Сначала ставлю два ребра и делаю пункт семерку. После чего уже апермами дособираю угол. Ну и понятно, что если вот этот встанет сюда, то все соберется. Значит, прямой аперм просто делаем. Так, ну и главный вывод. Стоит ли этот магнитный зеркальный кубик 3 на 3 своих денег? Да, стоит. Он не такой уж и дорогой. Покупал я еще, когда цены скакали. Поэтому актуальную сейчас даже не скажу. Но что-то в районе полутора тысяч он мне достался. Не так дорого для магнитного красивого кубика. Тем более, единственного в своем роде. Сильно ли он лучше обычного немагнитного? Да нет. На обычном немагнитном тоже можно быстро собирать. Но на этом все так хорошо и комфортно. Большого классового превосходства над стандартными моделями у этого мироблокса нет. Да, он лучше. Да, он комфортнее. Да, он удобнее. Да, я теперь собирать буду только на нем, если мне захочется пособирать мироблокс на скорость. А я напомню, что зеркальный куб это одна из дополнительных дисциплин, которые собираются на чемпионатах по спидкубингу. Есть статистика, есть рекорды и можно соревноваться. И да, теперь Ганн это очень хороший экземпляр для скоростной сборки. Ну, при желании с него можно содрать наклейки и он не будет так слепить. Если вот по определенному свет будет падать, можно от этих бликов как-то растеряться. Ну, вот если несколько сборок сделать, к нему быстро привыкаешь и становится все хорошо. Посмотрим настроение. Оно интересное. Мы видим центры. Вот здесь такая кромочка, а дальше он размером меньше, чем сама крышка. То есть туда утоплен. И все центры сделаны именно так. То есть вот круглая крышечка, которая позволяет нам на нее смотреть. А внутри сам элемент, он меньше. Здесь, ну, на самом большом можно посмотреть. Вот, как грибочек. Ну, так. Просто хороший кубик зеркальный. Ну, шейп-мод кубика 3х3. Можно на нем сделать 6 пиф-пафов. Он режет углы. Он комфортно собирается. Срезка углов какая-то есть. Здесь нет ни маглев-системы, ни какой-то хитрой настройки. Все по-простому. Ну, ровно на свою цену. Отличный зеркальный куб. Самый лучший из пока существующих. Я вполне рекомендую. Ну, если у вас есть другой. И он вам нравится. То это лучше не настолько, чтобы тратить на него последние деньги. И только потом на него любоваться. Ну, если у вас скоростная сборка не сильно интересует. Или у вас какие-то трудности с финансами. То можно без него спокойно и обойтись. Если у вас есть более бюджетная модель. А так, отличный, великолепный MirrorBlocks. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.